Работа с базами данных задача сложная, но интересная, делятся ярославские студенты информатики. Особенно, когда тема актуальная и важная. Учащиеся второго курса подготовили проект «Люди государства». Его идеи, по словам ребят, анализы деятельности крупных политиков, основываясь на данных их биографии, информации по всем официальным выступлениям. Чтобы показать им вполне объективные данные по тому, кто правит нашей страной, грубо говоря. Так как ключевое решение в нашей стране принимается ограниченным количеством лиц. Мы разрабатываем некого твиттер-бота, который будет выкладывать информацию, которая была получена из наших анализов. Конкурс работы с открытыми данными проводится в регионе впервые. В проекте заявлено несколько номинаций. Создание успешного сервиса, визуализация данных, удобный набор и даже лучшая история, основанная на этих данных. В финале конкурса принимает участие 10 команд студентов. Эти проекты – это прежде всего некая школа жизни. Для ребят они погрузились в эту тематику. И я считаю, что прямо сейчас их, конечно, внедрять трудно, но выполнение таких проектов позволяет создать нам устойчивое сообщество, которое интересуется открытыми данными, большими данными. Кроме того, такие конкурсы дают возможность потенциальным работодателям найти перспективных работников для своих предприятий. Сами компании, крупные компании, в частности, например, операторы связи, те, которые действительно являются владельцами больших данных, они сами формулируют задачи. То есть они заказчики именно тех решений. И они, во-первых, видят специалистов, а ребята понимают, что у вас требовано сейчас. Такие конкурсы организуются и в других субъектах России по инициативе президента страны Владимира Путина и федерального правительства. Основная цель программы – развитие цифровой экономики. Юлия Михайловичева, Денис Ромашов. День в событиях.